Здравствуйте, Николай Львович. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Достигла ли своего пика эндоскопическая хирургия? Я думаю, что нет. На самом деле мы очень сильно зависим от технологии. То, что нам дадут фирмы-производители, то аппаратуру, те технологии, которые они нам предоставят, дают возможность нам оперировать. Поэтому технологии, они вечно развиваются. И существуют на подходе сейчас мобильные роботы, и повышение разрешения видеокамер и так далее. Так что я думаю, что, конечно, этот процесс будет развиваться, и мы будем совместно с производителями его стараться двигать вперед. Какой, на Ваш взгляд, сейчас самый большой прорыв в мини-инвазивной хирургии? Ну, опять же, он технологический. Понимаете, значит, можно разбить на две части. Первая часть – это прорыв чисто клинический, медицинский. На мой взгляд, это внедрение минимально-инвазивной хирургии, эндоскопической хирургии в онкологию. Сейчас накапливается опыт, оцениваются результаты, отдаленные результаты, насколько это сопоставимо с открытой хирургией. Но результаты эти обнадеживающие. То есть клинический вот такой момент. А технологическом плане – это как раз, прежде всего, совершенствование видеосистем, увеличение разрешения, появление новых технологий, объемного изображения. Ну и энергетические системы, которые позволяют нам безопасно оперировать и бескровно, главное, оперировать. Вот такие два направления, на мой взгляд, есть. То есть инструменты – это руки хирурга, видеосистема – это глаза. А в чем душа хирурга, на ваш взгляд? Душа хирурга, наверное, в его пациентах. Вот если мы говорим по профессию в данный момент, да, и вот часто спрашивают там вот те же производители, да, а вот вы с кем? Вот с такой-то фирмой или с такой-то фирмой, с кем вы, да? А я все отвечаю, я с пациентами. Потому что все в конечном итоге делалось для пациентов. Поэтому в профессиональном плане, конечно, я не говорю про семью, конечно, сейчас, да, которая на первом месте, семья, дети и так далее. Но в профессиональном плане наша душа, мне кажется, с пациентами. Какой вклад, на ваш взгляд, компания «Карл Шторц» внесла в развитие эндоскопической хирургии? Ну, на самом деле, вот это вопрос для часовой лекции, если честно, да, потому что вклад огромен. Вот, и с самого начала, это еще с Советского Союза, когда появились первые немецкие системы, системы фирмы «Карл Шторц», все мы, в общем, работали с этим лапароскопом и начинали делать диагностику, биопсию и так далее, да. Ну, и, как на мой взгляд, фирма «Карл Шторц» стоит и до сегодняшнего дня, стоит на передовых позициях в развитии эндоскопических технологий, качество инструментов, качество видеосистем, опять же, да, качество вспомогательного оборудования на высоком-высоком уровне. И именно это одна из тех фирм, которая дает нам возможность максимально безопасно, эффективно оперировать, и, конечно, роль этой фирмы трудно переоценить. Как, на ваш взгляд, выглядит кривая обучения лапароскопической хирургии? Ну, она не, на мой взгляд, выглядит, да, это вещь достаточно стандартная, вот, она описана вообще... Кривая обучения была предложена для технологических процессов изначально, и потом уже кому-то пришло в голову применить ее в медицине. Это всего лишь соотношение продолжительности операции и, так скажем, ну, количество операций, продолжительности операции. Когда человек начинает делать операцию в одно и то же примерно время, укладываясь, я-то считаю, что кривая обучения пройдена. И это время для организма составляет разный такой промежуток, да, ну, для стандартных операций типа холецистоктомии, это, там, где-то порядка 30 операций. Для таких операций, как панкреодинальная резекция, это около 100 операций. Это зависит от сложности. Поэтому кривая обучения, это на данный момент, ну, не самый, может быть, лучший, но самый простой и наглядный способ оценить, насколько хирург подготовлен к операциям. А сколько в среднем лет занимает обучение? Да, знаете, нисколько, на самом деле. Если вы закончили хорошо медицинский университет, если вы хорошо прошли последипломную специализацию, то вы сразу должны приступить к практической работе. И вот те самые, там, 30-40 операций позволят вам начать делать простые, нормальные, такие вот, наиболее часто употребимые лупароскопические операции. Вот, опять же, это тема очень глубокая, одностоятельная система образования, разница от системы образования в разных странах. Но, тем не менее, если человек получил хорошее базовое образование, то требуется не так много времени, около года, может быть, чтобы освоить базовое вмешательство. Действительно ли Карл Шторц отличается от других производителей и чем именно? Ну, знаете, ну, это вопрос немножко провокационный, на самом деле, да, потому что, конечно, во многом не отличается. Вот, есть несколько фирм ведущих, которые поддерживают примерно один и тот же уровень качества, вот, но Карл Шторц отличается, прежде всего, о своей постоянной желании сотрудничества с врачами, постоянной образовательной деятельностью. Вот это очень важно, потому что, большинство фирм этим не занимается. Карл Шторц занимается образованием, просвещением хирургов, вот, занимается, постоянно находится в контакте с хирургами, относительно разработок. И этого, как раз, у многих фирм нет, поэтому я бы выделил именно этот момент, то есть, такой креативности, в большей степени. Спасибо, Николай Львович. Всего доброго. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.